Всех приветствую дорогие друзья! Сейчас уже наступил 2019 год, поэтому в первую очередь хочу вас всех поздравить с наступившим 2019 годом и наступающим Рождеством. Хочу пожелать самое главное это крепкого-крепкого здоровья, которое является основой благополучия всего остального. Кроме этого желаю в ваших семьях взаимопонимания, любви, тепла, достатка. Пусть Новый год преподнесет каждому из вас приятные незабываемые моменты и новые какие-то впечатления, путешествия. Пусть в этом году будет побольше ярких, радостных, солнечных дней, которые будут дарить вам, вашим близким, окружающим отличное настроение. Пусть у рыбаков всегда будут замечательные, клевые рыбалки. Ну и конечно же каждый новый сезон и 2019 тоже радуют новыми трофеями. Ну а вообще всем добра и вдохновения в новом году! Сегодня вот решил снять это видео для того, чтобы традиционно подвести итоги ушедшего уже 2018 сезона. Рассказать о том, какими рыболовными успехами он порадовал, какими снастями я рыбачил. Ну и для того, чтобы видео было более интересным, я вот это вот все, что буду рассказывать, я разбавлю и фотографиями, и какими-то приятными видеомоментами поклевок этих рыб. Ну в общем смотрите, я думаю будет интересно. Да, сразу хотел сказать несколько слов о том, почему долго не выкладывал видео. Ну причина в принципе понятная. Зима в этом году у нас в Украине наступила довольно рано, в ноябре, поэтому сезон мы закрыли тоже как никогда рано, 9 ноября. Закрытие было достаточно успешным, мы выезжали вдвоем с братом, выезжали уже в обед, поэтому камеру я с собой как бы не взял, но рыбалка была интересная. Рыбачили недалеко от дома в 10 минутах на впадении реки Сыроватка в реку Псел. Вот вы видите фото этой рыбалочки, я поймал 3 щучки, одну до кило затвичил и на джик поймал, одну за кило, одну на полтора килограмма. Еще одну щучку в джик тоже поймал брат. Ну в принципе такое было у нас закрытие. После этого конечно пару раз еще с берега выходили, но без успеха. Да, открыл я и сезон твердой воды, выходил несколько раз, вот видите фотографию, вышел там спонтанно, наловил там вот таких вот окуньков и йодшиков, в общем позорная рыба, решил видео с такой позорной рыбой просто не делать, это никому не интересно. Но это не значит, что не будет зимой никаких видео, я уже вот, вы наверное видели трейлер, я уже усиленно работаю над нашими фильмами о рыболовных сплавах. Уже скоро вот будет первый фильм о нашем сплаве по реке Псел. Ну теперь давайте все-таки уже поговорим о итогах сезона. Сразу скажу несколько слов о снастях, которыми я в основном рыбачил на всех своих рыбалках. Я человек как бы консервативный, поэтому с Настей у меня остались в принципе и спиннинги, и катушки, все те же, что и в прошлом году. То есть на микроджиг я рыбачил фаворит Bluebird'ом с тестом 0,5-5 грамм, вот этот вот спиннинг. На сплавах и для джиговой рыбалки я использовал универсалочку фаворит Варита 5-16 грамм. Вот мои твичинговые рыбалки на щуку, особенно осенние. Это твичевый тяжелый спиннинг фаворит New Spirit с тестом 10-32 грамма. Ну и единственная такая обновочка этого сезона, это вот спиннинг на головлиную рыбалку. Это обычный фаворит Арена, я поменял на стримовую фаворит Арена с тестом 3-10 грамма. По катушкам в принципе тоже одна обновочка у меня, это лайтовая катушка для ловли головля, ну и окуня на микроджиг. Это вот фаворит Арена 2500S. Ну классная прикольная катушка, мне она понравилась. Ну и там для твичевых рыбалок у меня так и осталось. Вот фаворит Sirius уже 3 сезона, меня радует, классная катушка действительно. И как бы еще одна катушка универсалочка, которую я иногда использую, это фаворит Sapphire 2000. В целом сезон был прикольным, классным, интересным был 2018 сезон. Наверное, такой как бы предпосылкой хорошего рыболовного сезона было то, что все-таки в 2018 году, февраль, март, лежало много снега, был хороший разлив. И реки разлились, особенно Сеем, Десна, зашло много рыбы, рыбалка была довольно интересной. На нашем родном Сле тоже был вроде неплохой разлив, но вот все вообще что-то в этом году не порадовал. Мы ездили туда нечасто. Ну, именно Сеем меня порадовал и таким моим максимальным рыболовным достижением, и максимальным трофеем, который я в своей рыболовной практике еще не ловил. Это был жерих. Жерих на 4 килограмма. Ну, раз речь уже зашла о жерихе, то, в принципе, давайте начнем с него и о топе приманок на этого красивого хищника. И о том, сколько же все-таки этих рыб мы поймали. В этом сезоне жериха мы ловили лишь на семьи на Десне. Всего где-то я десяток поймал. Брат мой, Дима, полтора десятка этих жерихов поймали. Наибольший трофей, я уже сказал, у меня 4 килограмма, второй жерих был 1,8 килограмма. Ну, остальные такие там полкило, до полкило совсем малыши были. У брата трофея 1,6 и 1,3 килограмма, тоже красивые жериха. Ну, и остальные у него, в принципе, такие, плюс-минус 500 грамм, в районе полкило тоже. По приманкам. По приманкам у нас, если жерих, то это, конечно, в топе топ-вотеропеха. На первом месте, конечно, как и все прошлые сезоны, остается мой незаменимый фаворит. Это вот Жекал Чаби Пенсил. 55-й размер этого волкера. По цветам особо предпочтения я не буду говорить. И, в принципе, я в натуральных расцветках им ловлю, и все натуральные расцветки ловлю. На втором месте находится Юсами Энпиццу. К сожалению, показать его не могу. Он в коробке брата, тоже классный волкер. Ну, и дальше уже там папирок Юсами Каминари. Хорошего жериха он поймал в этом году. И уже дальше воблера и колебалочки. Это Жекаловский Чабик. Колебалочка Шостка с Пунсола. Незаменимый Усами Шикима. Смитовский Камиончик. Вот. Жекал Чаби Мина уловил только так же. Жерешков. Ну, там, как всегда, по небольшому жереху отличались вертушечки от маньячка. Так, ну, по жереху, я думаю, достаточно информации. Следующая будет Щука, наверное. В целом, по Щуке сезон был достаточно неплохим, интересным. Я не скажу, что мы ловили каких-то трофеев. Трофеев в этом сезоне не сложилось. Самая большая Щука была двушка. У меня, может, было там несколько Щук 1,7. Несколько полторушек. Там, может, около десятка Щучек. Там, кило плюс. Ну, у брата вообще, что-то там, может, там, около десятка до десятка. Чуть больше кило Щука. Таких нормальных, особо крупных и не было. Ну, зато довольно много мы ловили Щук. Там, порядка среднего размера. Там, 600-700 грамм. Было очень много Сигалеток этого года. Щучек там, маленьких. Которые попадались. Ну, в общем, в итоге, так получилось. Я чуть-чуть не дотянул до сотни. 94 Щуки поймал. Ну, где-то десятка на два меньше поймал брат. Что по приманкам? Ну, конечно, да. Мы в основном Щуку ловим. Если кто наблюдает мои видео, знает, что я ловлю Щуку на Твичинг. Сразу по воблерам топ скажу какой. Ну, на первом месте это два воблера Жекаловские. Вот эти вот красавцы. Это Жекал Реренджи. Они где-то и один, и второй ловили примерно поровну. 110 размеры и 130 размеры. Может быть, вот этот 110 на пару щучек больше поймал. Но они безупречные фавориты сезона по Щуке. Следующий воблер, который порадовал. Это копия именитой Рудре. Усами Эбис. Он здорово ловил и у меня. Потом в конце сезона этот воблер давал чуть в другой расцветке отцу. Отец тоже здорово ловил Щук на него. Ну, классный воблер. Дальше на четвёртом месте тоже копия от Усами на именитый Макс Клад. Это Усами Кума. То он щучкой очень так неплохо разовал тоже. На четвёртом месте он в топе. Следующий, пятый в этом топе будет копия, тоже копия, и воблер Орбит от Зип Бейтс. Только от Страйк Про. Это Страйк Про Инквизитор в этом размере. Щуку ловил замечательно в этом сезоне. Ну, и то, что у меня ещё на столе из Бигминоу лежит. Это копия именитого воблера Депс Балисон. Тоже от Усами. Это Усами Нагинато. Естественно, там и на маленькие воблера попадала Щучка. Среди маленьких воблеров на первом месте будет Чабик вот этот Жакаловский. Жакал Чаби Пенсил этот Волкер. Его вообще можно назвать приманкой номер один, если в целом брать. Наверное, больше всего их поймал. Также на Шакиму попадались щуки. Щуки замечательно попадались. На Киру попадались щучки на Жакал Чаби Мину по силикону. Мы немного ловили в джиг на силикон, но тем не менее, тоже чётко можно выделить фаворита. Фаворит это был вот этот вот Кейтэчевский виброхвост. Кейтэч Изи Шайнер. Четырёх дюймовом и четырёх с половиной дюймовом размере. И я не скажу, что хуже, чем он. Работала его копия от Селект. Вот, Селект Изи Ша. Дальше переходим к следующей распространённой рыбе в наших водоёмах. Наиболее распространённый хищник. Это у нас Окунь. Матросов полосатых мы поймали, наверное, больше всего среди всех рыб. Наверное, с братом мы около полутысячи их поймали, где-то поровну. Он навёл вот в этом, именно по Окунь, брат меня сделал в этом сезоне. Там где-то десятка, два Акуни больше поймал. Конечно, да, там по 250 Акуней это не показатель. Там профессиональные спиннингисты по тысяче и больше ловят этих Акуней за сезон. Но, тем не менее, тоже неплохо. По Окунь у нас трофеев, опять же, не было совсем. Там самые большие полосатые у нас были в пределах 300-350 грамм. Окуня ловились равномерно, как на ваблерки, так и на железо, на колебалочки, вертушечки, так и на силиконовые приманки. Начну, как всегда, с ваблеров, так как это любимые приманки, которыми я рыбачу. Ну и тут же, что же, вновь в топе у нас будет волкерок. Волкер вот этот вот, Жакал Чаби Пенсил. Жакал Чаби Пенсил. Дальше, вообще, серия вот этих Чабиков, она, наверное, одна из лучших по Окуне точно. Чабик классический, то есть, Жакал Чаби и Жакал Чаби Мину. Все они замечательно ловили Окуня. Сюда же, конечно, мы относим традиционно Усами Шекима, Сал Матини. И у меня, как всегда, Усами Кира. У Димы еще сюда же можно добавить Усами Эн Пиццу. Волкерок хорошо ловил. Ну, тоже чуть меньше, но неплохо работали. И Смитовский Камион, и Усами Кабу. Маленький ваблерок. Вот. Очень здорово отработали вертушечки. Они мне позволили, кстати, у меня вот в этом сезоне, интересный такой момент. Я впервые принимал участие в соревнованиях. И как раз вертушечки мне позволили там войти в пятерку. Это маньячка Полиглот. Но есть еще маньячка Суприма, Гетц. Они тут тоже отлично косили Окуня весь сезон. Ну, хорошо еще по железу работали, кроме вертушечек, которые я вам сказал, колебалочки. Шостка Спун традиционно. Шостка Спун Соло. И Крамб новиночки этого сезона. По Силикону. По Силикону явный лидер. У меня уже их не осталось. Я их вам даже не покажу. Вот только упаковка Select Target. Это копия на на мину. Просто разрывали Окуня весенний. Дальше это Рейнс Аджерингер. Вот такая пассивка. Отлично работала. Традиционно не сбавляет своих позиций. Тоже Рейнсовский Твестерок. Рейнс Сатурн Микро. Вот он. И рядышком у меня в руках тоже его копия от Select Run. Работает замечательно. Дальше, что еще можно вспомнить. Фишап. Открытие этого сезона для меня. И особенно Твестерок Фенсигра. Стрекоза Select. Тоже отлично. Ну, это по Силикону. Ну и последняя интересная рыбка, о которой я хотел бы рассказать. О топе приманок на эту рыбу. Это красивый белый хищник, который в жаркие летние дни радует нас такими замечательными поклевками. Это, естественно, голавля. К сожалению, конечно, каждый год по голавлю сезон все хуже, хуже, хуже. В этом сезоне явно голав клевал хуже, чем в прошлом сезоне, чем в позапрошлом сезоне. Конечно, там по 100 голавлей мы с братом поймали. Каждый, ну там чуть больше, чем 100. Может на двоих 250 штук поймали. Но это была предпочтительно мелочь. Таких голавлей под кило или за кило не было совсем в этом году. У меня максимальный голавль был грамм 700. У брата там чуть больше полкила, там несколько было. И таких вот в этих пределах, там 400-700 грамм, мы поймали, может, до двух десятков голавлей. Остальные, вот все, которые я вам говорил, они там, ну, 200, 150, 100, там очень много. Вот таких вообще малышей было. И если прошлый сезон явно доминировали колебалки по голавлиной рыбалке, то этот сезон был за ваблерками. На первом месте это, конечно же, Кал Чаби Пенси. Вот этот вот волкер. Особенно летом на 7-е это было что-то с чем-то. Как вот голав клевал на этот волкеров. Ну и опять же не могу показать. У брата это почти со знаком равно. Может чуть-чуть похуже. Это у Самиен Пицца. Дальше не сдаёт своих позиций. Особенно у нас на верхнем пслид Сал Матини, конечно же. Дальше по списку третий это Усами Шикима. Ну и в этой же лидирующей четвёрке Жакал Чаби. Ну и также сюда можно ещё. Следующий будет Чаби Минул из серии Чаби. Клевала на копии Чаби. Это страйк-прошный к Ренке 40. Работала у меня, особенно на Дисне, вот эта вот яркая Усами Кира. Камеончик радовал, бывало выручал. Всё-таки на колебалке, конечно, тоже мы ловили и попадались головли. И хорошие тоже попадались. И этот сезон, опять же, зашёл сткаспун, конечно, в лидерах. Первая это колебалочка Соло. Чаще всего на неё ловились головли. На втором месте это колебалочка Крамп. Это новинка этого сезона. Также хорошо, ну я их не могу сейчас показать. У брата лежит коробка с колебалками вся. Колебалочки Кокетки работали. Достаточно много интересных колебалок. Селект тоже они очень хорошо ловили. Ловили также вертушки по железу. Вертушки, ну, опять же, маньячки. И, в принципе, неплохо отличилась вот эта вот вертушечка Смитовская. АРСочка. У меня просто тройка, если бы, может, была двоечка. Двоечка бы ловила чуть повеселее. Ну, это как бы основные четыре хищника наших вод, на которых мы охотимся. И вот именно по этим хищникам я и привёл свой топ приман. Друзья, всем спасибо за внимание. Ещё раз всех вас поздравляю с этими замечательными новогодними праздниками. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Ну, и уже очень скоро ждите, я надеюсь, интересные фильмы о наших рыболовных сплавах 2018 года. Всем счастливо. Всем пока. До новых встреч.